Добрый день! Спасибо, что вы сегодня все пришли. В нашей стране, к сожалению, это требует смелость, чтобы так прийти на митинг и свободно заявить о своих правах, свободно говорить, собираться и объединяться в политические партии. Всем привет, ребята! Сегодня в Алматы и в Норсултане в Астане прошли разрешенные митинги. Движение Аян-Казак, по-моему, в Алматы провела санкционированный митинг на площади имени Абая. И вот в Астане, где-то там в закуточках, в лесу, там деревья, в общем, в безлюдном месте тоже прошел митинг. Но в основном выступали за реформы, против репрессий. Но так или иначе, не принижая их начинания, могу сказать, что не бывает такое, чтобы демократия в Казахстане была выборочной. Она либо есть, либо ее нету. Тут справедливости ради надо сказать, почему одним дают разрешение на митинги, а другим нет. Других преследуют за это. Так не бывает. Ну, это про Атерау. Атерау, привет. В общем, казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков. Кто, наверное, помнит, в 2011 году открыли завод. Помпезно приезжал президент в Атерау. Завод по производству планшетов. Наука емкая технология. Но с чем это обернулось, мы видим. Оказывается, дорогостоящий запуск уникального завода по сборке первых казахстанских планшетов, компьютеров, обернулся пшиком и громким скандалом. В общем, судебное разбирательство завершено. Виновны и наказаны. Хотите более подробно узнать, я оставлю ссылку. Курсив, сайт газета проводили по этому поводу расследования. Оказывается, было потрачено более миллиарда тенге на данный проект. Господа, добро пожаловать в международный аэропорт Нур-Султан. Назарбаев, города Нур-Султан. Вот тут еще одна инициатива. Куда уж нам без этого? Комплексу на Байконуре до конца года присвоит имя Назарбаева. Ага. Скоро начнут переименовывать не только города, улицы в честь Елбасы. Скорее всего, и наши имена в паспорте будут оканчиваться. Либо начало Нур, либо окончание. Что-то подобное, близкое к первому президенту. Ах, протокол переименования строящего комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нур-Султана Назарбаева может быть подписан до конца года. Протокол переименования... Ну, переименовать можно все что угодно, но как народ это воспринимает? Как это воспринимает народ? Конечно, Назарбаеву надо спуститься вниз и хотя бы поспрашивать, а нужно ли... Как мы на это реагируем? И тогда он, наверное, охнет, ахнет и за сердечко схватится. Идемте дальше. Да, ребята, в какой стране мы живем? В общем, в Нур-Султане на девушку-инвалида завели дело за укус полицейского. Это вот как в Уктыбе осудили девушку за то, что она якобы уколола в одно место пятую точку полицейского. Вот смотрите, в Нур-Султане на девушку-инвалида из Актау завели уголовное дело за применение насилия к полицейским, сообщает Нур-КЗ. И вот рецидент произошел с 6 августа 2019 года, когда Анастасия Мурашева, которая с детства является инвалидом первой группы, приехала в столицу Казахстана на обедобследование. Она заявила, что сотрудник линейного отдела внутренних дел избили ее на железнодорожном вокзале до потери сознания, так что ей потребовалась госпитализация. И вот по данным телеканала Астана, проблема началась, когда девушка пыталась купить обратный билет, а мест в поезде не оказалось. Кассир предложил билет за 50 тысяч тенге. 50 тысяч тенге! Почти 130 долларов получается. Эта сумма возбудила девушку, и она устроила скандал, после чего оператор вызвал полицию на транспорте. А теперь смотрите, как инвалид первой группы может нанести урон физически полицейскому. Но это вообще инвалид первой группы. Хочу напомнить, что инвалид первой группы, это инвалидности дается людям, которые вообще нетрудоспособны. Им противопоказаны какие-либо нагрузки. А тут на тебе, у ней была такая нагрузочка, что она полицейского, в общем, нанесла ему какие-то уроны. Вот у нас такой справедливый Казахстан, и полиция вот так оборачивает свое отношение. А почему вот не расследуют дело в отношении того, почему или, может быть, расследуют, почему такие билеты дорогие, почему их продают из-под полы, и кто создает такие условия? Об этом надо говорить. Ну, а здесь меня попросили осветить эту проблему. В общем, в Казахстане, оказывается, электронные денежные переводы к состанцам могут обложить налогами. Вот такие дела. И речь идет о том, чтобы выявить уклоняющие от налогов предприниматели, доходы которых регулярно пополняются с помощью электронных переводов. Не только предприниматели здесь имеется в виду. В общем, рассматривается вопрос облагать налогом денежные переводы. Казахстанцев сообщил Куарх, Сената, первый вице-министр финансов Берик Шолпакулов. В общем, передает кроссепондент закон КСЗ. Вообще, что это такое? Чем это обернется для каждого казахстанца? Ну, почти каждый владеет как бы карточкой электронной, где мы осуществляем плачежи свои. И вот если систематически будут поступать средства на эту карточку, то так или иначе эти средства будут облагаться налогами. Это не будет касаться, например, я так понял, если, например, там родители перевели единоразово там своему сыну какой-то плачеж за один год, один раз типа того. Но если переводы систематические, ну, в месяц один раз, два раза, и это продолжается какой-то период, то это будет рассматриваться как доход. И вот эти карточки наши попадут, они и так под поле зрения наших налоговых, а тут уже на законодательной основе это будет происходить. И пока не понятен, какой механизм, как будут исчислять эти налоги, минусовать эти налоги в пользу государства, но так или иначе, вот еще один способ, чтобы нас обобрать. Налоги, в принципе, это нормально, это плата за циливизацию. За циливизацию наше правительство в нашем понимании предоставляет ли нам качественные услуги, медицинские, образовательные, общественный порядок, безопасность. Вот смотрите, спроси себя каждый казахстанец, чувствуешь ли ты себя безопасным в Казахстане? Действительно ли, когда ты ешь в поликлинику, медицинские услуги предоставляются профессионально в школах, профессиональное образование, качественное? И если вы ответите, найдете положительный ответ на эти вопросы, тогда налоги это нормально. А если положительного ответа нету, тогда зачем эти налоги вообще платить этому государству, если оно не отрабатывает их. И еще в условиях, когда оно с нами не считается. Ну не хочет считать наши голоса на выборах. Постоянно их фальсифицируют. И в итоге они там безвылазно 30 лет сидят. А мы тут дураки, как будто ничего не замечаем и не видим, как наша власть оторвалась. А теперь пытаются с нас всякими способами собирать налоги. И вот такие дела. Идемте дальше. Ну, это последнее. Хотел бы, чтобы вы сравнили, как живут наши чиновники и чиновники зарубежья. Смотрите, вот дом, где живет канцлер Германии, Англ Меркер. Здесь маленькая квартирка, вот в этом доме у нее. Вот, это ее личная собственность. И вот, смотрите, далее. Вот домик, вот, издалека ее дом смотрится, да. А вот ее дом, где, ну, типа дачи у нас, да. Вот, скромненький домик. Она канцлер Германии. Германия это одна из передовых экономик мира. Бульдозер, я бы так назвал экономику Германии. И вот, смотрите, как скромно живет чиновник. Вот. Вот, если сравнивать с нашими чинами, не поворачивается язык. Назвать, что они живут скромно, так же, как чиновники Европы. Вот он, видите, домик. Вот. Скромно, чисто, порядок. Кабинет Англ Меркер. Ну, вот, с Путиным. А вот, смотрите, отоваривается. Сама ходит в магазин. Ну, конечно, охрана есть, потому что это статусный человек. Вот, покупает продукты. Сама лично ездит, ходит в магазин. Никто там не прислуживает. Вот, смотрите. Наши чиновники, как живут? Начиная от первых лиц, заканчивая Акимов. Ну, это вообще, конечно, глупый, конечно, вопрос. Но, так или иначе, оставляйте свои комментарии. Будет интересно подискутировать на все темы, которые я здесь обсудил. Более подробно хотите узнать, я оставлю ссылку под видео. В общем, кому ролик понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok